Добрый день! Сегодня я вам расскажу о прекрасном древнем растении плаунок. Плаунок семейства селогенеловых. Его еще путают с папоротником или хвойными растениями, но он относится к семейству селогенеловых, и это совсем не хвойники и не папоротник. В восточных и южных окнах оно не растет. Оно начинает капризничать, начинает сохнуть, и со временем вы уже видите полусухое растение. Хотя, если период отдыха, оно может свернуться и в таком виде отдыхать несколько лет, а то и десятилетий. Растение практически не требует удобрений, так как оно растет в таких более затененных местах и практически не требует фотосинтеза. Но ранней весной мы либо пересаживаем его, чтобы корневая система дала сильную вегетацию, либо даем ему универсальное удобрение, которое немножко даст ему толчок в росте. Это эпифитное растение. Эпифитное растение говорит о себе само. Любит влажность, живет на кореньях и стволах деревьев. Ни в коем случае нельзя прямых солнечных лучей, потому что такое прекрасное, нежное, трепетное чешуя-листное растение повреждается. Начинают появляться ожоги, и мы теряем его со временем. То есть влажность должна быть не ниже 60%. Поливаем мы летом и весной каждый день, опрыскиваем также каждый день. И только зимой мы можем немного поумерить полив, но опрыскивание все равно мы продолжаем. Сегодня я вас познакомила с таким прекрасным редким растением. Я думаю, вам понравилось это растение, и многие приобретут, попробуют, как оно будет расти у вас на окнах. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин